Всем привет! Добро пожаловать в ваш блог на пару! Я вот специально снимаю у окна у дневного света Вот как выглядит сегодня моя гематома Как выгляжу я Я сегодня очень плохо спала Ну, вчера я плохо себя чувствовала И думала, что очень быстро засну На самом деле я не могла, не знаю, часов в пять, наверное, заснуть У меня ужасно болят вот эти нижние зубы Их прям как будто зажимают к центру Мне пришлось все-таки таблетку выпить Но вот после этого я заснула Проспала всего где-то в районе четырех с половиной часов Сейчас созванивалась с доктором Ему все рассказала Он сказал, что сегодня третий день после операции Вот в понедельник сделали операцию Считается со следующего дня Сегодня третий день И сегодня как бы пик Как он мне сказал Всех вот этих болевых ощущений Еще под языком вот с этой стороны Вздулась, отекла вот эта вот тонкая кожа Которая под языком Такие складочки Здесь все нормально Здесь вот она так вздулась В общем, буду пить таблетки Потому что он говорит Пить боль не надо Пейте таблетки До 5-6 таблеток в день можно пить А я стараюсь не больше двух Ой В общем, короче говоря Вот эти вот такие неприятные ощущения Ну, не смертельные, конечно А вот сами места, где сделаны операции Вообще не болят Не знаю Всем привет Я уже здоровалась, привет Ты что-то снимала Она мне ничего не рассказывает А ты спишь в это время А потом рассказать Никто не хочет Вот видите, у меня бляба какая Уже желтеет Мне Аня сегодня купила Вот такое лекарство Называется Арнигель Гемогомеопатическая Вот такой тюбик А что-то там нажми как-то Вот 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 И два раза в день Теперь буду мазать Надеюсь, что скоро Ну, вы видите, уже спадает отек И очень хорошо уходит синяк от этого Он уже желтеет От этой мази Прямо на глазах сегодня все меняется Я сразу хочу вам рассказать об акции Мне сегодня Urban Decay прислал письмо Я так поняла, что это, наверное, для всех Я не помню, честно Во всей России они рассылают или нет Но мне пришло письмо, что 50% скидка на губные помады идет Реально можно не за 1400 губную помаду взять А за 700 рублей Даже за 695 Ну, скидка гигантская Получается, да Две помады по цене одной Это редко бывает, так что вы ловите Мы поймали То, что вчера я говорила, что мы выложим в группе Выложила цены на наше лечение Томатологическое Выложила губные помады Вот Галина Царева два раза спрашивала про губные помады Картинки я там выложила Смотрите, пожалуйста И осталось нам выложить Осталось мне выложить видео Я сегодня выложу Про работу, где мы работали То, что мы записали Ответ на этот вопрос И Аня постарается выложить вертолетную экскурсию На Тенерифе То есть заходите в группу Подписывайтесь Там жизнь начала кипеться Да, ключом бьет Да Вопрос от Life in Sunny Siberia Девочки, как справляетесь со стеснением снимать на улице и в кафе-влоги? Мы уже не стесняемся Когда я одна иду, честно я вам скажу, я стесняюсь Нет, уже не стесняюсь Я стесняюсь и болюсь этим Особенно громко говорить стесняюсь Но как-то спокойнее и спокойнее все становится Вы знаете, раньше реально практически все смотрели как на дикого человека, на тебя А сейчас уже потихоньку, ну как-то обыденно это становится Нет, сначала я ужасно стесняла Вдвоем ты, конечно Вдвоем вообще Болтаешь, колякаешь Нормально А сейчас уже очень стесняюсь Вопрос от малютки Не в Уткиной Наверное так Как я поняла, у вас свои ногти Покрываете ли вы их гелем Или же просто обычным лаком Так как ногти выглядят шикарно Это кому вопрос? У меня ногти ломкие Может посоветуйте средства для укрепления А кому это вопрос интересный? Вот у меня сейчас не свои ногти У МАУ свои ногти Значит, если средства для укрепления То у нас в группе в любимых продуктах Есть основа под лак Опиай Вот это очень хорошее средство для укрепления ногтей Плюс мы еще и витамины для волос и ногтей пьем И я когда-то рассказывала Как я делаю маникюр И в своих обзорах Корзинка Арифлейма Пустышки Я постоянно рассказываю Что я перед каждым покрытием Или когда делаю маникюр Делаю три маски для ногтей Различных Вся эта продукция Из компании Арифлейм Мне эта продукция очень нравится И еще И еще Самое главное Обязательно пейте Внутри комплекс для волос и ногтей А, ну это я уже сказала Который мы пьем Но еще Не верьте в миф Что если у вас не нанесен лак То ногти будут у вас Наоборот Такие здоровые Не верьте Это миф Наоборот Если вы наносите лак Ну качественный лак Хороший То таким образом Вы защищаете ногти От всего То что в городе есть И от воды В том числе Потому что мы очень много В воде ковыряемся Вот Кстати у меня на канале Есть целое видео Про ногти Что я делаю Для того чтобы Ногти были длинные Крепкие И так далее И тому подобное Оно давно конечно не снимало Там есть видео У меня очень большая библиотека Да Кстати Напишите пожалуйста Кто из вас Вот Знаете как это Поставьте лайк Кто из вас Будет терпеть меня На канале С таким Потрясающим Произношением Чем больше лайков Вы наберете Ты сейчас как иностранка Разговариваешь Да Тем Тем Больше вероятность Того что я Наконец Четыре видео Выложу По поводу Очень клевых покупок Анастасия Стайска 91 Она Просто чтобы Ты показала Сувениры из Диснейленда Вот как мы рассказывали Ну кстати говоря Это вероятно Потому что Мы же сейчас будем Разбирать все в доме И я как раз До них доберусь Я их покажу И отправлю куда-нибудь В другое место Но не прям сейчас Я вам буду показывать Главное запомнить Что это надо сделать Я-то помню Вот я тебе это читала Я-то помню Я такая злофамятная Кстати говоря Я вчера разобралась Прибрала немножко Вы наверное в инстаграме Маме Маму увидели Ты уже выложила? Да Мама выложила Как звенят часы И я поставила Красивые Как они называют? Картины Да Постеры Красивые Деточка Васечка Все время Давно лежали где-то В заколуках нашей квартиры Потому что мы сначала Решили что-то одно делать Да Накупили всего А потом наши планы Поменялись Просто-напросто И мы решили Знаете, что мы делаем Да Это не делать А подождать Ремонт и реконструкция Да Не вопрос А комментарий От семьи Пархоменко У нас в Израиле Не говорят Клоранс А Клоринс Поэтому Клоранс Как-то смешно звучит Знаете Когда я первый раз Столкнулась с этой косметикой Я ее тоже называла Клоринс Мы очень много времени Тратим все время На эту косметику Ничего Просто На самом деле Это очень интересно Что в каждой стране Все по-разному звучит Но вот последний раз Когда мы покупали Эту продукцию Мы специально спросили У продавщицы Как правильно говорить А меня Так поправляли В моих видео Что я неправильно говорю Клоринс Надо Клоранс Я распечатала Список Как какие Иностранные марки На русском языке Звучат И стараюсь В общем теперь Правильно все говорить Как у нас принято Не правильно А как у нас привыкли Понимаете В общем Клоранс Нам объяснила Продавец Который в Париж Ездила на обучение То есть она Такой Знающий человек Она нам объяснила Что Клоранс Это имя собственное По фамилии Человека Который создал Эту косметику Псевдониму Он создал Свой псевдоним Который вот так звучит Клоранс Тем более Что во французском языке Я так понимаю Вообще пишется одно Подразумевается другое А произносится третье Так что Не знаю У вас в Израиле Нам неправильно говорят А как говорят Говорят так Как мы раньше говорили Клоринс А Ну вы знаете как Большая часть Англоязычного Населения Планеты Говорит Клоринс И пишется в английский Клоринс Но французский язык Очень странный язык Я вам скажу Это Я смотрела Этих Ребят Которые Ну вот Которых мы смотрели Как раз перед поездкой И Final Cut Который Ну у меня стоит Сейчас на макбуке Для редактирования А они по-испански Называют Финал Final Cut Final Cut Не Final Как по-английски А Final Cut Ну тоже Прочтение По-испански Как кто может Так и произносит Наталья Гурева спрашивает Вы когда-нибудь Пользовались Отбеливающими полосками Для зубов? Нет И нам нельзя их использовать Я смотрела Ну те Кто англоязычных Влогеров смотрит Наверняка Знают Луис Он много путешествует По всему миру Все это снимает Такой с дредами И однажды Он попробовал У сестры Взял полоски Попробовал Он двое суток Практически Не мог ничего есть И пить Потому что Безумно болели зубы Видимо тонкая эмаль У нас тоже самое У нас очень тонкая эмаль Чувствительные зубы И нам Наш стоматолог Вообще запрещает Что-либо делать И в том числе У нас стоматолог Вообще Не только нам Он по всем запрещает Он говорит Что последний раз Аньке такую Лекцию прочитал Что это Очень травмирующая Процедура Ну вы что Это так все Так все влияет На зубы Ну ой В общем Все-все-все И так же у нас Вот этот хирург Который план Поставляет Они прям спелись Он точно такой же В общем Мне не разрешают Ничего отбеливать Поэтому у меня Белее зубы Скорее всего Не будут Вот Да она хочет Их обдурить Я хочу их обдурить Людмила Меренкова Спрашивает Я так поняла Что пока Были манипуляции С десной А сами зубки Не ставили Ну мне не ставили Значит смотрите Вот сейчас Ввинтили Эти шурупы Зашили все Дальше Через какое-то время Я не знаю Там через 2 Или через 3 месяца Будет В каких-то местах Разрезаться десна И ставится Там какой-то колпачок По-моему Как у меня Ну у тебя же Прямо Будет Как у меня Будет сначала Да Вот И только потом Я уже иду К своему стоматологу Который собственно И будет Сначала должна Сформироваться Делать мне коронки А уже это не хирург делал А у меня тоже был вопрос Я на него правда ответила Написала Но еще раз скажу По поводу того Что Как поставили мне этот зуб Вроде как Теперь у меня 2 зуба Как единые выглядят Что нет между ними Просвета Ну во-первых У нее и практически Не было просвета Нет Здесь совсем нет просвета Просто Это как на шлепку Замазка такая И вот эта замазка Она держится На соседних зубах Она примазана К ним Это все временно Это очень Это просто на шлепку Это даже не временный зуб Временный зуб Мне поставят Через полтора месяца Где-то Ирина Руфт Продолжает Тему стоматологии Я так поняла Что вам не делали Наращивание костной ткани И какую анестезию Вам делали Маме делали Мне делали Наращивание Вот на этой стороне Все Я все подробно Рассказывала Как сказал Наш анестезиолог Нам делали седацию Я не знаю Что это такое Какой препарат Когда мы в следующий раз Пойдем к докторную консультацию На очередную Мы обязательно спросим Для вас специально Я не думаю Что она нам ответит Потому что Нашего анестезиолога Не будет Он нам все отвечает Маша Осенева спрашивает Ольга Руслановна А вы овчарку держали в квартире Учили ее командам Да У нас в однокомнатной квартире Кавказскую овчарку Однажды днем Раздается звонок Я открываю дверь Стоит мой муж И держит вот так вот в руках Ну видимость Как будто песцовая шапка такая Потом вдруг Эта песцовая шапка Начинает шевелиться А мы снимали Однокомнатную квартиру И оказался Трехмесячный Сенок кавказской овчарки Ракши его звали Ну конечно Чудесная собака Но не для Однокомнатной квартиры И не для нас В общем Что он нам вытворял Мы однажды пришли домой На кухне Высыпана вся мука Там стояла банка У меня всегда высокая банка Внизу стоит с мукой Банка вся высыпана Разлито все Растительное масло И так как он катался По этому полу По линолеуму А потом пытался выйти Из кухни Там стеклянная дверь Такая была Вся эта дверь Была в его лапах Ну ой В общем мы конечно мучились Потом муж Ну и потом аллергия была И потом Он у меня заболел Антеритом И я его выходила Все ветеринары страшно удивились Что я его выходила Ну и потом в общем Все равно его муж на склад увез И мы когда приезжали Аня была маленькая Он помнил Со всеми был очень злой Но с нами был такой добрый Чудесная была конечно собака Ну вот не для такого жилья Да я вообще считаю Что большие собаки Ну вот честно Не для квартиры Вообще не для квартиры Даже вот у нас Двухэтажная квартира Но я бы большую собаку не завела Большие собаки Должны на природе бегать Ну как-то с будкой там Не зимой конечно Но все равно Как-то на природе жить Елена Елена спрашивает Какие качества характера Считаете главными Какие отталкивают Ой это очень долгий вопрос А у нас времени уже нет Давайте завтра А сегодня наши благодарности Я очень благодарна Что я сегодня сделала Сходила на почту Получила Письма И успокоилась Потому что я переживала Что это за письма С которыми мне надо на почту идти И очень благодарна Что мы досмотрели Наконец Гарри Поттера Ой это слава богу Устала я от него Хотя сама попросила Я сегодня благодарна За очередной день Который прожит С болячками со всякими Что дело идет на поправку В общем все прекрасно Все изумительно Погода сегодня на улице чудесная Была вот Аня выходила Рассказывали Может быть завтра пойдем вместе Нет Да Хотя бы кружочек сделаем В пятницу вечера Прекрасно Прекрасно Бандитов не будет И одни будут гулянки Пьянки гулянки Вот Ну а мы сегодня Может и мы с тобой где-нибудь Клюкнем Клюкать то нам можно Шутка А что такое На голодных желудок Сегодня я опять Постоянно хочу есть Я не знаю Мне просто ужасно плохо Это не еда Во-первых Самое интересное Что получается Когда ты там что-то перетираешь Перетираешь как бы Большую какую-то порцию А перетирается в маленькую То есть это Нехороший обман такой Во-первых Во-вторых Ну я совершенно не наедаюсь Вот этой Пластилиновой едой Лучше один раз Какой-то кусок Сжевать Вы знаете Я вам честно могу сказать У меня уже так надоело Это все перетирать В Бланде не получается Я честно вам говорю Вот так как перетираешь В моем ситечке Не получается Да Получается слишком крупно И получается За кусками все равно Как-то это все глотаешь Погружающегося в блендер У нас такого мощного нет Сейчас мы думаем Ну у нас два есть Но они вот так не делают Да Но все равно кусками Получаются там Какими-то меленькими Вот Поэтому очень удалось Это готовить Мы едим паштеты Теперь Разные А я грызу Вот я по жизни Грызу Я могу Два вот Ну таких совсем Даже одно крылышко Курицы Но чтобы я погрызла Понимаете А вот это вот Все что льется Для меня это не еда У мамы третий день всего лишь У меня уже четвертая неделя Я уже вот на четвертой неделе Я смирилась Я успокоилась Ну 21 день прошел Все я уже успокоилась Я уже смирилась Со своей судьбой Напишите пожалуйста Какие у вас Просто у нас очень много Новых людей Мы давно задавали этот вопрос Хотя уже задавали Но все пожалуйста Напишите У кого какие домашние животные Сейчас Или если сейчас нет Какие были домашние животные Как их зовут И какую-нибудь Смешную историю Наверняка они у вас есть А мы вас обнимаем Крепко-крепко-крепко-крепко-крепко И желаем вам Доброго утра Счастливого дня Спокойной ночи Пока-пока Вы видите У нас теперь бесконтактная Прощай